В первых рядах зала разместились ветераны, связующие звено между теми, кто когда-то начинал столь важную службу на дорогах страны и сегодняшними сотрудниками ГИБДД. Анатолий Дорожкин более четверти века руководил управлением. Многие из тех, кто сегодня на хорошем счету и имеют солидный опыт, выросли на его глазах как профессионалы. Сам же Анатолий Михайлович вспоминает, как в городе, к примеру, появился первый светофор. Это около больницы, самое больное место, считали мы, что люди идут в не совсем, так сказать, в хорошем состоянии, здоровье. И при том, приемление на участок, и наиболее, так сказать, аварийный был в то время. И там был поставлен первый пешеходный светофор. В 1968 году в органы ГАИ пришла работать Галина Константиновна Кабакова. Всегда работала с радостью и удовольствием, говорит она. Всегда старалась помочь, если человек просил помощи, если я проникалась к нему. Но, говорю, все недостатки компенсировались отличным отношением коллектива. Много теплых слов было сказано в адрес ветеранов. Те же, в свою очередь, желали ныне действующему личному составу благополучия в семьях, спокойных дней на службе и сплоченности коллектива. В управлении ГИБДД по Ленинскому району многие сотрудники несут службу в течение долгих лет. Так Александр Иванов большую часть жизни посвятил обеспечению безопасности на дороге. Я желаю только здоровья, безопасного дорожного движения, жизни, здоровья. Только вот самым здоровьем. Оставим все нормально. Сегодня Ленинским управлением ГИБДД руководит Александр Борисович Гудилин. Я от своего лица, от лица руководства ГИБДД Ленинского района поздравляю всех сотрудников с этим профессиональным днем. Желаю, чтобы каждого сотрудника приветствовало удача, здоровье, семейное благополучие. Хотелось бы отметить сегодняшний день собранием наших ветеранов, которые отдали свои годы, свое здоровье, посвятили свою жизнь этой деятельности. Огромное им спасибо за то, что они постоянно нас посещают, передают свой опыт. Сотрудники ГИБДД всегда находятся на переднем крае борьбы за безопасность человека на дороге. И их служба поистине и опасна, и трудна. Но благородна, как любая профессия, задача которой – помогать людям. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.